Приветствую коллеги к аналитике валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилл и с вами я Артур Идиатурин. Ну что ж, началась у нас новая неделя и как мы видим фондовые рынки начали торговлю, начали новую неделю не с очень хорошей ноты. У нас по основным фьючерсам на американские биржевые индексы наблюдается негативная динамика, при этом лидирует в снижении у нас технологический индекс NASDAQ происходит у нас потому, что на фоне укрепления глобальной экономики, в частности укрепления экономики в США происходит ротация, ну то есть перекладка из акций тех секторов в акции, которые, как ожидается, будут расти более. Высоким темпом, вот в это окно получается усиленного экономического роста, собственно в тех секторе, который уже достаточно высоко забрался, сейчас делать нечего, потому что есть более выгодные места для уважения, собственно поэтому у нас и, как я уже сказал, лидирует в снижении именно тех секторов. В то же время видим, да, то что доллар у нас, в принципе, сохраняет свои сильные позиции, у нас вот здесь вот, я отметил, вот такой вот образовался восходящий тренд в долларе. Известно, да, как бы откуда растут ноги у этого восходящего движения, это там вот коррекция в трежерис, коррекция в бандах, рост реальных ставок, мы продолжаем об этом говорить, да, уже как бы набила оскомину на языке эта тема, но, но, как мы сейчас будем с вами обсуждать, она должна еще, она будет волновать рынки, потому что там так сложились обстоятельства для того, чтобы рынки волновала эта тема. Значит, хотелось бы сначала по экономическому календарю пробежаться быстренько. Во-первых, в пятницу, да, отчет Non-Farm Payrolls, вы, наверное, уже в курсе, там было вдвое или втрое превысил прогноз роста рабочих мест 372 или 374 тысячи, там ожидалось 170 тысяч, подлил массовый этот отчет в те тенденции, которые были на прошлой неделе, там инфляционные ожидания, рост реальных ставок. Дополнительно, значит, этого укрепился доллар, так как, ну, стало понятно, что реально экономика США сейчас во ближайший квартал вырывается среди развитых экономик в лидеры экономического восстановления. На что еще нужно обратить внимание? Это, собственно, данные по китайской экономике, торговые данные. Торговый баланс, экспорт, импорт. Ну, тут вообще впечатляющие просто цифры. У нас годовой рост экспорта составил 60%, там почти вдвое рынок ошибся, 38%, 39%, да, не ожидали, процентов. Импорт также вырос, но в меньшей степени, правда, да, потому что, собственно, у нас Китай вообще склонен меньше импортировать, больше он на экспорт нацелен, так уж он развивает свою экономику, собственно, тут более скромные цифры. Это у нас данные за период января-февраль, они объединяются, потому что там лунный Новый год, сложности с подсчетом данных в это время, поэтому как бы объединяют и считают вот более эффективно показывать вот именно таким образом. Если отдельно за февраль смотреть, там цифры вообще впечатляющие, там 150% роста по сравнению с февралью в прошлом году. И понятное дело, что когда вот так растет экспорт, это во многом заслуга торговых партнеров, потому что если нет у нас спроса, внешнего спроса на экспорт Китая, у него не будет таких цифров, он не сможет так расти, правильно? Собственно, вот так как основной торговый партнер это США, понятное дело, мы проводим, да, как бы растягиваем эту цепочку рассуждений и приходим к такому, что у нас в США, да, какой-то бурный рост наблюдается. И это как бы укладывается, действительно укладывается в те данные, которые мы получаем. Например, мы можем с вами посмотреть следующий показатель, это у нас лидирующий индикатор, который рассчитывает Goldman Sachs, называется он Goldman Sachs Analytic Index. В общем, неважно, как он называется, суть его в том, что он является лидирующим индикатором экономической экспансии, экспансии экономики США. Собственно, видно, что он лидирует, например, из-за того, что вот его движение, они предвосхищают, да, они опережают движение показателей активности в сфере услуг и в производстве, который рассчитывает у нас индекс, институт, точнее, агентство ICM, да, эти отчеты у нас регулярно выходят, каждый месяц вы, наверное, о них знаете. Собственно, мы видим вот здесь, я отметил красным овалом, да, вот этот скачок в данном индексе, в данном показателе, в индикаторе экономической экспансии. И, собственно, понятное дело, то, что вот если мы проведем линию вот такую, нигде не наблюдалось подобного значения за всю историю. Действительно, со времен начала подсчета данного показателя, это рекордный индикатор, если как бы растянуть это на всю историю, да, вот, до ревущих 20-х, да, 1920-х, можно говорить о том, что переплюнули сейчас США вот в месячных темпах роста даже те значения, которые были тогда. Потому что сейчас, сейчас у нас уже рост ВВП, рост выпуска вот в последние месяцы, он у нас уже, как ожидается, дойдет до 8%, даже превзойдет 8%. Например, например, это видно из, так, следующего показателя, это у нас прогноз по росту ВВП от New York Fed, это подразделение ФРС, которое занимается там тем же самым КУЕ и так далее. У них есть аналитическое подразделение, которое рассчитывает на основе входящих данных, вот они у нас здесь входящие данные, все экономические отчеты по некоторой, там, эконометрической модели, они рассчитывают, собственно, как у нас вырастет ВВП, да, за какой-то квартал. Мы сейчас с вами рассматриваем первый квартал 2021 года и мы что видим? У нас, во-первых, ожидания были вообще до недавнего времени были очень высокие, 7%, да, 6,5% и вот тут у нас, я вот подмечу, да, у нас происходит такой вот скачок, 7, чуть меньше 7%, до 8,5%. Тогда же у нас началась вот эта вся история с доходностью, с реальными ставками, все вот это, вот это все такое, да, и как бы видим, да, что-то складывается в единую картину. У нас восстановление экономики, оно сопровождается ростом процентных ставок, безрисковых процентных ставок, которые перекидываются на фондовые рынки, правда, вот с отрицательным знаком перекидывается этот эффект, а фондовые рынки у нас этого снижаются. Ну вот возвращаясь к тому, да, к оценке, к рассуждениям об экономике США, вот видно, да, у нас несколько уже показателей, да, они нам дают некоторое представление о том, что вообще ожидать в первом квартале, какие цифры по ВВП. Вот этот показатель, который у нас рассчитывается здесь каждую неделю, он сейчас у нас на 5 марта прогнозирует, что в первом квартале рост ВВП составит 8,6%. По сравнению с первым кварталом 2020 года. Ну, понятное дело, да, там у нас низкая база, эффект низкой базы, там у нас УПП упало, да, в первом квартале 2020 года из-за локдаунов. Правда, не сильно, во втором квартале основной эффект, там, получается, приходится из-за локдаунов. В первом квартале тоже замедление, ну, собственно, поэтому, да, такие также. Можно отнести вот эти высокие цифры к влиянию вот этого эффекта низкой базы, собственно, понятно, да. Но, но все равно, так как, так как, вот если мы смотрим динамику, последовательно пересматривается вверх этот прогноз, можно иметь, как бы, представление о том, что сейчас ждать по экономике США и почему укрепляется доллар. Он отражает, по сути, сейчас ожидания по состоянию экономики США за первой квартал, который вот действительно может оказаться, это состояние, оно может действительно оказаться впечатляющим за первой квартал. Так, и нужно понимать, да, что мы вот эти цифры имеем еще до того, как приняли фискальные стимулы, да, напомню, меры поддержки вот на 1,9 триллиона долларов, значит, в, когда, на выходных, да, получается, конгресс их одобрил, да, там 1,9 триллиона долларов, до, получается, с их цифр, до новости мы уже имеем 8,5%. Что будет, когда американцы на хозяйство получат новые стимулирующие выплаты, опять, да, у нас будет бум в потребительских расходах, вот это все стимулирование, когда на экономику обрушится, и там уже будут цифры, да, во втором квартале. Поэтому очень сильное сейчас, очень сильное ожидание у нас по экономике США, которые отражаются в долларе, которые отражаются и на фондовом рынке. Собственно, как я уже сказал, сегодня у нас equity, да, рынки под давлением, небольшой оптимизм, да, вот здесь есть на европейских рынках, но фьючерсы негативно торгуются, фьючерсы на американский биржевый индекс на фонды у нас в отрицательной зоне. Почему это происходит? У нас вот эта стрессовая ситуация в бандах, в доходности по казначейским облигациям, в долгосрочных ставках, вот эта стрессовая ситуация, она никуда не делась. Мы можем видеть, да, сейчас у нас доходность трейдерис находится вот здесь на пике. Да, вот как она достигла после выступления Паула, 1,6%, ну, чуть больше получается. Там потом последовал отчет Non-Farm Payrolls, который чуть ли вдвое или втрое пригласил прогноз. Опять же, это снова толчок в ожиданиях по тому, как будет меняться реальная процентная ставка. Понятное дело, рынок, сильный рынок труда, это реально экономическое восстановление, вот именно импульс, если есть. Действительно, есть импульс в экономическом, в реальном экономическом восстановлении, и это означает, что реальная ставка также должна расти, и поэтому, собственно, ну, никуда не откатывается вот эта доходность, вот эти безрисковые ставки. На прошлой неделе глава ФРС Джереми Паула также выступал, четко он дал понять, что пока не будет ФРС вмешиваться в эту тенденцию, ставки растут, ну и пусть растут. И вот такое положение, вот такая вот ситуация, она как бы сейчас возникает такая ситуация, что рынки, будем так говорить образно, они заплывают за буйки, мы не знаем, что дальше будет происходить, насколько дальше она может вырасти, потому что ФРС даже не дал понять, где он потенциально может вмешаться. То есть он не сказал, например, даже, что чрезмерно сильный рост доходности может побудить нас вмешаться, даже вот такого вот не было. И вот смотря вот на это, да, вот здесь, то, что находимся мы на пике, это может быть и не пик, может быть и дальше совершенно движение, я говорил на прошлой неделе, в сторону 2% мы легко можем уйти, если данные по экономике США продолжат показывать нам сильную экспансию, да, и понятное дело, вот это движение, как нам уже показал опыт прошлых недель, когда это было вот здесь резкий скачок, вот здесь резкий скачок, потом на выступлении плавал вот это движение, вот эти все волны в доходности, в долгосрочных ставках, да, они провоцировали, и они были катализатором снижения, и вот на фондовых рынках мы можем видеть, да, то, что вот, пожалуйста, вот здесь движение, здесь движение, да, вот опять вот это движение, эти все движения, они как раз-таки их порождали, вот их порождала вот эта возросшая волатильность в долгосрочных процентных ставках, она, собственно, давила на фондовые рынки, и понятное дело, вот эти шоки, да, такие, они вот не исключены, почему, потому что, как я уже сказал, потолка в движении долгосрочных ставок в доходности трейлера, пока рынок нащупать не может, и непонятное дело, что может, какой фактор может стать контрсилой, да, что может помешать дальнейшему росту. Вот, собственно, поэтому, именно поэтому сейчас очень тяжело расти, хотя фундаментально, да, рынки настроены, да, еще сильная экономика, опять же, новый фискальный стимул, это рост, потребительский бум, рост потребительских расходов, рост выручки у компаний, понятное дело, выручка на акцию пересматривается вверх, и компании должны стоить дороже. Часть, конечно, уже в росте была учтена ранее, но все равно, фискальные стимулы полностью не учтены, будут пересматриваться вверх, выручка на акцию по отдельным компаниям, это должно, конечно, их корректировать дальше вверх, да, дает основания для роста. Но вот пока, пока, так как никакого четкого такого фактора, который может выступать, вот, который выступит потолком в доходности трежерис, пока рынок не обнаружил, тяжело вот поэтому расти, поэтому у нас остаются под давлением, собственно, и фонды в рынке. JP Morgan, да, он, я вот хотел также отдельно посвятить несколько минут этому, значит, событию, точнее, отчету JP Morgan. В понедельник он у нас выпустил сегодня отчет, который обнаружил, будем там говорить, новую грань влияние недавней распродажи на рынке МВДОВ. Вторая жерезда, которая вызвала, собственно, вот этот рост доходности, он обнаружил новую грань влияния на фондовый рынок, и эта грань, это у нас ребалансировка крупных пенсионных и взаимных фондов. Значит, если быть точнее, что значит ребалансировка, да, у нас отдельные крупные фонды, они у нас вкладываются как в акции, так и в облигации, да, и они у нас, некоторые из фондов, стремятся поддерживать какие-то вот фиксированные пропорции, да, то есть они могут отклоняться, например, от пропорции 60% в бандах, 40% в акциях или наоборот, да, они могут отклоняться от этих пропорций, но затем они снова корректируют, проводят ребалансировку, чтобы восстановить вот эти значения. То есть они могут входить в каком-то коридоре, вот в плане того, как изменяются пропорции отдельных классов активов в их профилях, но в целом они должны поддерживать, поддерживать какие-то определенные, стремиться к поддержанию каких-то определенных пропорций. Во-первых, нужно заметить, что у нас есть, JP Morgan выделяет 4 крупных игрока, за движениями которых нужно следить, этих крупных фондов, значит, это сбалансированные взаимные фонды в США, которые у нас поддерживают, должны поддерживать 60% в акциях, 40% в бандах. Пенсионные фонды США, норвежский нефтяной фонд суверенный, да, который вкладывает свои доходы, излишки, собственно, в активы. И пенсионный фонд Японии. Значит, они у нас с разной периодичностью перекладываются между активами различных классов, между акциями и облигациями. Но так как некоторые из этих фондов откладывали процедуру, так и получилось, что у всех время ребалансировки подходит в конце этого квартала, то есть в марте. Вот, например, если посмотреть у нас, собственно, по взаимным фондам, сколько они сейчас держат в акциях. То есть, если основная пропорция, да, базовая пропорция, это 60% в акциях, 40%. В бандах, то сейчас у них доля в акциях достигла, перевесила здесь, как мы видим, 65%. И, как мы видим, вот это соотношение между акциями и облигациями, оно у нас осциллирует между вот значением 0,6, да, понятное дело. Некоторые средние значения, к которому должны стремиться вот эти взаимные фонды, да, сбалансированные, сколько, какой процент акций держать, это 60%. И, собственно, мы вот, что мы имеем, да, так как, во-первых, у них есть перевес в акциях, да, во-вторых, акции хорошо выросли, фондовый рынок очень хорошо вырос, банды, соответственно, очень хорошо скорректировались. Все у нас указывает на то, что в скором времени нас ожидает ребалансировка. Я тут вот выбил, нашел только график, получается, для сбалансированных фондов, но вот у пенсионных фондов США, у норвежско-нельсиного фонда, у пенсионного фонда Японии, вот этих крупных игроков, у них у всех сейчас перевес в акциях. И, понятное дело, так как акции хорошо выросли, банды хорошо скорректировались, и из этого следует, да, то, что и так как у них есть сейчас перевес в акции, так как ему нужно стремиться к поддержанию некоторых пропорций определенных, велик риск, велика вероятность того, что произойдет ребалансировка. И вот так вот сочетание обстоятельств привело к тому, что вот ребалансировка всех вот этих крупных игроков, она, скорее всего, будет приходить на конец этого квартала. Все они будут, получается, выходить из акций и вкладываться в подешевевшие банды. Собственно, именно это должно, возможно, поддержать банды, ограничить как-то там рост доходности, потому что в какой-то момент они подешевают настолько, что это вызовет ребалансировку, и, получается, войдут туда крупные инвесторы и поддержат цену бандов, соответственно, доходность нащупает какой-то потолок, да, получается. В то же время акции у нас подвержены будут коррекции, потому что, ну, понятно дело, эти игроки будут выходить из акций, да, чтобы проводить ребалансировку, и это будет увлечивать давление на их. Собственно, так как вот сейчас складывается ожидание, что в скором времени у нас будет ребалансировка в марте, некоторые участники рынка отдельно, они склонны опережать, да, получается, вот это движение, вот эта ребалансировка, это событие, собственно, опережая, они пытаются вот поэтому и продавать сейчас фондовые активы, продавать, получается, акции, что, конечно, пока что придерживает фондовые рынки, у нас придерживает, собственно, биржевые индексы США в том числе, да, поэтому они у нас не могут расти. Вот этот фактор нужно иметь в виду, то есть коррекционное движение вот здесь, которое мы имеем, оно дополнительно, дополнительно еще может вот в марте продлиться, как раз таки потому, что часть участников рынка будут ожидать вот ребалансировку от крупных игроков, ну и, собственно, сама ребалансировка, да, которая произведет. Потом, собственно, когда эти события реализуются, да, потом уже можно будет ожидать какое-то восхождение вверх. То есть вот эти вот технические моменты, которые сейчас возникают у нас, они, конечно, не дают фондовым рынкам быстро перейти в рост, и, собственно, поэтому нужно пока не спешить с покупками, так как вот у нас есть такие сильные драйверы, или, по крайней мере, сильные факторы, которые будут придерживать рост, будут препятствовать росту, хотя и могут не вызвать сильные какие-то распродажи. Какие ключевые события в календаре, за которыми нужно следить на этой неделе? Хотелось бы на завершающей ноте это обсудить. Во-первых, сегодня по европейской валюте у нас будет отчет по скупке активов в рамках пандемической программы количественного смягчения ЕЦБ. Это ключевая программа скупки активов, в которой сейчас ЕЦБ контролирует процентные ставки, и данный отчет нам покажет, как ЕЦБ у нас отреагирует на рост доходности в локальных бандах. У нас, как мы видим, все равно вот здесь, если мы возьмем доходность по немецким бандамам, мы видим, что доходность также у нас продолжает расти, несмотря на то, что была какая-то коррекция, но снова-снова, как в США, у нас растет доходность по бандамам. А в Европе ситуация с восстановлением немного хуже, потому что там задерживаются темпы вакцинации. Кардинально различается сейчас ситуация в США, там очень быстрое восстановление, тут такое умеренное восстановление, которое еще сдерживается локдаунами, темпами массовой вакцинации медленными также сдерживается. Собственно, поэтому у ЕЦБ сейчас выше склонность сдерживать долгосрочный процентный став. Так как если слабая экономика, долгосрочные стоимости заимствования нужно держать низко, чтобы те участники рынка, которым нужно заниматься, нужны долгосрочные заимствования, они могли выгодно занять. Понятное дело. В США ситуация другая, там экономика сильно восстанавливается, поэтому участники рынка, экономические агенты, которые хотят занимать, они могут потянуть высокие ставки. В Европе нет. Собственно, поэтому сейчас растет давление на ЕЦБ, чтобы они что-нибудь сказали, например, сказали, мы в рамках вот этой пандемической программы скупки активов мы будем больше бандов скупать, и поэтому это должно придержать доходность в их, в этих локальных бандах, в немецких государственных облигациях, которые являются бенчмарком долгосрочных процентных став. Вот, собственно, сегодня в этот отчет нам покажут, если у нас увеличивает ЕЦБ скупку активов, увеличивает количество бандов, которые он покупает, это означает, что ЕЦБ обеспокоен этим ростом доходности, он будет сдерживать, и для евро это умеренно негативный эффект, потому что когда у нас ЕЦБ вновь берется за смягчение в какой-либо форме, а скупка бандов, увеличение скупки бандов, это увеличение к евро, грубо говоря, да, это означает, это для евро имеет всегда негативный, отрицательный эффект, поэтому евро будет склонно оставаться у нас под давлением по отношению к доллару, я ожидаю здесь вот по евро-доллару движение ниже, дальше у нас в сторону уровня 1.18, вот здесь движение будет, потому что вот у нас на этой неделе некоторые отдельные факторы у нас благоволят реализацией вот такого вот сценария. В четверг у нас, собственно, состоится заседание ЕЦБ, те же самые вопросы, что делать с ростом доходности в бандах, являются ли они, вредят ли они сейчас восстановлению в еврозоне, ЕЦБ будет отвечать на эти вопросы, если да, вредят, мы признаем это, дальше движение евро-доллара вниз, потому что ЕЦБ наращивает, грубо говоря, КУЕ в той или иной форме. Вот, а по доллару это у нас, давайте посмотрим, в среду и в четверг у нас будут крупные аукционы по 10-летним и 30-летним казначейским облигациям. Вот за этим нужно нам будет следить, поздно они по Москве будут, да. Собственно, что еще, да, это 10-го у нас числа, и вот здесь 30-летний аукцион, 30-летний казначейский облигаций. Собственно, если там будет плохой аукцион, если покажешь, собственно, данные, что спрос слабый, да, на долгосрочные банды в США, это будет нам говорить о том, что тенденция вот здесь в доходности, да, который мы имеем, да, которая терзает вот так очень сильно рынки, она может дальше, да, развиваться, потому что доходность растет, когда цена облигаций падает. Собственно, если слабый аукцион, если плохой спрос, значит, слабо не смогла, не смогли дорого, получается, продать эти банды, реализовать их, цена по ним была не очень высокая, это, конечно, будет отражаться, собственно, и на доходность 10-летних казначейских облигаций, будет дальше их тянуть, собственно, вверх. Вот за этим нужно следить. Ну и, собственно, в среду, в среду у нас будет отчет по инфляции в США. Там у нас ожидается по базовой инфляции, кажется, 4%, 1,4% по базовой инфляции, собственно, если у нас будет получительный сюрприз, он, скорее всего, произойдет, так как отчет вам Фарм Пареллс показал очень сильный сюрприз, подъем на рынке труда, скорее всего, и в целом, учитывая взаимосвязь инфляции и заработка, скорее всего, это также вот выйдет у нас здесь позитивный сюрприз, и он также может усилить распродажу в бандах США, поэтому, на мой взгляд, позитивный сюрприз здесь будет давить, давить на фондовые рынки, не нужно нам здесь позитивный сюрприз, нужно нам умеренное значение, какое-нибудь 1,4%, что-нибудь такое же, как консенсус. Если будет сильнее, будут фондовые рынки, будут оставаться у нас под давлением, это нужно вот, собственно, учитывать. Это вот основные события на этой неделе, за которыми нужно следить, собственно, на этом у меня все, если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете их задать под видео. Если вам понравился данный материал, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом у меня все, всего доброго, пробуйте в уроке. Субтитры создавал DimaTorzok